Друзья мои, добрый день. Всем большой привет. Еще раз предварительно два слова скажу. Мы сегодня планировали комплексную операцию. Это мамопластика и абдоминопластика. Мамопластику мы уже завершили, потому что мы работаем с утра. Я могу продемонстрировать то, что мы получили. Фотографию в сторис вы видели, пациентки до операции. Здесь асимметрия объема, асимметрия расположения молочных желез. У нас был птоз третьей степени послеродового изменения и гипермастия. Мы редуцировали, уменьшили часть собственных тканей, выполнили якорную подтяжку, одномоментную установку имплантов. Импланты одинаковые, но при этом слева, где была больше железа, мы убрали побольше объема. Это в граммах все взвешивается для того, чтобы в итоге достичь симметрии. Вот результат на операционном столе, который вы видите. Сейчас мы переходим на абдоминопластику. И в прямом эфире я как раз покажу абдоминопластику. Показания к абдоминопластике – это тоже послеродовые изменения. Есть пупочная грыжа, диастаз. Сейчас я вам продемонстрирую и закрою грудь. Можно показать животик. У нас есть пупочная грыжа. В данном случае небольшое расширение кольца, но в пределах полутора сантиметров, но это грыжа. Диастаз прямых мышц живота. Локальное отложение подкожно-жировой клетчатки с птозом. Видите, вот в складку забирается, как раз зона кожи с подкожно-жировой клетчатки. И локальное отложение подкожно-жировой клетчатки боковых поверхностей живота и талии. Но пока мы подключались к прямому эфиру, я успел в этой зоне сделать липосакцию. Поэтому мы сейчас переходим к абдоминопластике. Это доступ поперечный. У пациентки было кесарево сечение, но из-за красивой татуировки здесь рубец незаметен. Но нам придется пройти через татуировку, устранить рубец после кесарево сечения. Будет выполнена отслойка, таким образом, подкожно-волоскута полнослойного, ушивание диастаза, пупочной грыжи, затем тракция вниз, смещение. И вот эта полосочка с зеленкой, она будет вот в этой части. То есть тракция вниз и ушивание в зоне гипогастреи. Или надлобковой зоне. Ну и, соответственно, пуп остается свой. После устранения пупочной грыжи, мы только иссякаем кожу пупа вместе с пупочным кольцом, оставляем на месте после тракции, делается отверстие и вытаскивается сюда поп. План такой. Почему я так подробно объяснял до начала операции, друзья мои? Потому что вы знаете, что я стараюсь не показывать кровавых сцен. Прямой эфир нужен только для того, чтобы показать, я считаю, ключевые какие-то моменты для понимания, как проходит и происходит операция, что в это время происходит в операционной. Ну и, конечно же, ответить на миллион вопросов, которые есть, которые поступают мне ко мне по всем мессенджерам, в директ, в комментариях. Я готов дать развернутые ответы во время операции. Это никак нам не мешает. Мне, наоборот, так гораздо удобнее выделить время для того, чтобы, опять же, закрыть все непонятные для вас вопросы касаемо медицины, пластической хирургии, мамопластики, абдоминопластики. В общем, на любые темы. Поэтому я готов. 70 человек с нами. Все с вами здороваются. Желаю доброго дня. Спасибо. Всем еще раз добрый день. Те, кто не успел вначале посмотреть мои комментарии, друзья мои, после эфира предлагаю... Запись, конечно же, будет в сторис в течение суток. Вначале можете посмотреть. Там подробные комментарии, что мы уже сделали и что планируем сделать в ближайшие полтора-два часа. Можно ли уменьшить размер ореол? Да, разумеется, можно. При любой практически подтяжке, которая всегда переаллелярна, то есть вокруг ореолы шов уменьшается. Для этого используется специальный трафарет для создания определенного конкретного диаметра будущей ореолы. Как страшно, но красиво. Согласен. Страшно красиво. Золотые руки. Спасибо. Всегда хотел быть золотой голос России, но не получилось. Отлично объяснили. Покажите, пожалуйста, как пуп потом будет выглядеть. Обязательно. Обязательно. Я говорю, что буду показывать ключевые моменты, а демонстрация нео-пупа – это и есть ключевой момент. Профессионал. Профессионал. Привет. Покажите, что делаете. Извините. Я вначале все подробно рассказал, что буду делать и что уже сделал. Но повторю. Я их не демонстрирую. В этом нет никакого смысла. Вам принципиально надо понять, что делается, что будет делаться, ну и в какой обстановке это происходит. Техническое исполнение, на мой взгляд, ни к чему. Что такое диастаз? Это растяжение белой линии живота. То есть есть прямые мышцы живота, обеспечивающие укрепление каркаса брюшной стенки, передней брюшной стенки в частности. Так вот, в месте их соединения – это центр, серединная линия, там апоневроз. Апоневроз – это соединительная тканная, плотная ткань, которая не способна сокращаться. Ее можно укреплять за счет укрепления прямых мышц живота. Но если она растягивается до определенной небольшой толщины, то есть она становится очень тоненькой, то дальнейшее ее укрепление практически невозможно, потому что прямые мышцы живота работают в другой биомеханике. То есть сокращаясь, они не приводят к укреплению как раз этого апоневроза, если она перерастянута. Белая линия, я имею в виду, перерастянута. Скажите, через какое время нужно менять импланты? Нужно ли их менять? Я думаю, что рано или поздно нужно будет менять. Это все, конечно, зависит от состояния молочной железы, от эстетики, которая вас будет со временем устраивать или не устраивать. Но этот период замены может быть и 10 лет, и 15, и 20, и 25. Можно ли сделать сосочки в постоянном стоячем положении? Ну, есть несколько способов, от самых изощренных до хирургических. Но я думаю, что гарантию никто не даст. Добрый день всей команде из Риги от Европейки. Здравствуйте. Можно ли самой определить диастаз? Да, если вы внимательно будете читать все, что я пишу, у меня есть пост по этому поводу. Выложено даже видео с пациенткой, как заподозрить диастаз. Потому что растяжение белой линии живота или апоневроза это еще не показание к операции. То есть только определенная ширина этого апоневроза и состояние, то есть прочность, дает повод для того, чтобы думать о хирургическом вмешательстве. Ореола потом чувствительность не теряет? Смотря при какой операции. Риск потери чувствительности, конечно, он есть всегда. Чем больше травма вокруг ореолы, тем больше риск. Скажем, наибольшая травма как раз при якорной подтяжке молочных желез. И, конечно, при этом наибольший риск потери чувствительности. Но опять же, это все в процентном соотношении. Вот в данном случае с таким объемом молочных желез, как у пациентки, которая у нас сейчас на операционном столе, риск потери чувствительности в пределах, наверное, 10-15%. И причем это может быть полная потеря, может быть просто притупление частичное, то есть определенная зона только кожи молочных желез, в том числе и ореола, может потерять чувствительность. Предугадать, спрогнозировать, но невозможно. Я говорю, что есть только в процентном соотношении. Чем больше обширность травмы, тем больше риск потери чувствительности. Здравствуйте, Георгий Эдуардович. Привет вам и всей команде из Израиля. Скоро увидимся, через полтора месяца. И вопрос. Здравствуйте. Ну, разумеется, были. Разумеется, были и пациенты, и пациентки. Причем были в разных ипостасях. Это были пациенты, которые живут в Израиле, и первоначально приехали ко мне оперироваться. А есть пациенты, которые живут в России, летали в Израиль оперироваться, и уже приходили к нам на какие-то переделки. В Архангельск приезжали когда-нибудь? К сожалению, нет. Вернее, пока еще нет. 8 месяцев после мамопластики чувствительность Ореол не вернулась. Какие могут быть прогнозы? Для индивидуума прогнозы 50 на 50. Но в целом прогнозы, если это просто увеличение без подтяжки, то риск потери в пределах 2-3, наверное, процентов. И период восстановления, или окончательного восстановления, если это просто притупление, он может длиться от 1-2 месяцев до 1,5-2 лет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы делаете инблок удаления имплантов с капсулой? Спасибо. Здравствуйте. Разумеется, если мы удаляем импланты, то всегда удаляем и рубцовую капсулу, которая вокруг имплант. Зависит ли цена увеличения груди от размера имплант? Только если импланты более 500 мл. Они стоят, по-моему, 2-3 тысячи рублей дороже. Если мастопатье, можно ли делать увеличение груди? Да, можно. Это не абсолютное противопоказание, лишь относительно. Надо оценить степень выраженности изменений в молочной железе, наличие тех или иных новообразований, в том числе кист. Исходя из этого, принимайте решение о вмешательстве, причем о доступе для установки имплантов и правильной технике исполнения с минимальной травматизацией самой железистой ткани. Когда приедете в Красноярск? Неизвестно пока. Через какое время после реконструкции молочной железы второй этап можно делать УЗИ? УЗИ можно делать хоть через каждые 2-3 недели, но нужно делать через 3-4 месяца после вмешательства. Ну, значит, я буду не первая пациентка из Израиля, оперированная здесь же, к вам на переделку. Жаль, что не знала о вас раньше. Ничего страшного, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо за ответы. Успокоили. Спасибо. Сколько стоит удаление инблок? Если с заменой или без? Если без замены, то 300 тысяч. С заменой 430. Собираетесь в Краснодарский край? Разумеется. Все время собираюсь. Собраться не могу. У меня уже было уменьшение молочной железы. Можно еще раз уменьшить у вас? Можно, если там есть, что уменьшать, то есть, если будут показания. Здравствуйте. Существуют ли квоты на обдоминопластику? К сожалению, нет. Государство не квотирует. Это означает, государство не желает оплачивать эти операции за пациентов. Наше государство в плане пластической хирургии пока согласилось оплачивать реконструкцию молочных железок после мастектомии по поводу рака молочной железы. И причем исключительно кожно-мышечным лоскутом, микрохирургическим. Это диплоскут или широчайшая мышца спины. А иные пластические вмешательства не оплачиваются ОМСом. А можно сделать липосакцию на всех проблемных зонах и весь этот жир в грудь вкачать? Теоретически можно, но практически это будет ужас, ужасный. Начиная от всех проблемных зон, что надо оценить масштабы бедствия. И второе, если вкачать молочные железы, то там начнутся свои проблемы от этого же жира. Поэтому лучше этого не делать. Мне надо делать мамопластику после мастектомии. А здоровую грудь обязательно делать? Конечно, не обязательно. Это решение исключительно ваше. Как долго стоять у вас в очереди на уменьшение молочной железы? Примерно 3-4 месяца. Георгий Гардович, с нестерпением и волнением жду встречи с вами 5 ноября. Добро, договорились. Мы вас ждем. 5 ноября. После кесаревого сечения живот не возвращается в свою форму. Постоянное ощущение нависания над швом. Сегодняшняя операция поможет с этим справиться? Сегодняшняя? Вы имеете в виду абдоминопластик, который я сейчас выполняю? Ну, конечно, поможет. Но вы лучше отправьте мне фотографию животика на WhatsApp в расслабленном состоянии. Я посмотрю. Почему? Потому что иногда кожа передней брюшной стенки в хорошем состоянии. Она не требует такого обширного вмешательства, которое я выполняю сейчас. И там только проблема складки, которая создается после операции кесаревого сечения. И эту складку достаточно легко исправить. Там делается коррекция в виде мини-абдоминопластика или вовсе истечения рубца с правильным ушиванием послойным. Эта проблема устраняется. Но если есть дополнительно вместе с этой складкой еще другие проблемы, избытки кожи, диастаз, грыжа, нависание, подкожировой слой, локально увеличение. Ну, в таком случае можно думать об абдоминопластике. То есть той операции, которую выполняем сейчас. Спасибо вам за все. Спасибо. С нами 55 человек и пока что вопросов нет. Ну, отлично. То есть все удовлетворены. Это хорошо. Я сейчас на этапе. То есть мы выполняем отслойку полностью кожного лоскута. При этом часто задают вопросы. А если у пациентов были какие-то операции на животе и были какие-то проблемы с пищеварительным тратом, и им кто-то когда-то сказал, что это вот спайки в животе, и некоторые пациенты не совсем понимают, что такое спайки. И выполняя операцию, они говорят, а вот у меня больше спаек не станет после абдоминопластики. Я объясняю, что, конечно же, нет, потому что спаечная болезнь, она затрагивает именно брюшную полость. То есть там, где находятся органы брюшной полости, желудок, печень, селезенка, толстая, тонкая кишка и так далее. А абдоминопластика выполняется в 99% случаев без проникновения в брюшную полость. То есть мы доходим лишь до апоневроза прямых мышц живота, косых мышц живота и так далее. Но за исключением тех случаев, когда есть большая грыжа, вправимая или не вправимая грыжа, передней брюшной сети или боковой поверхности, то в этом случае происходит грыжа сечения, герниопластика, и частично может быть выполнен вход в брюшную полость. Это единственное, но это крайне редко. Георгий Эдуардович, я живу очень далеко. Есть возможность приехать, получить консультацию и прооперироваться? Да, конечно есть, но нужно предварительно получить уже консультацию, чтобы мы понимали, с чем вас ждать. То есть, чтобы мы записали вас на операцию, это место было именно за вами. Иначе вы приедете, а места не будет для операции. Для этого надо по ссылке в шапке аккаунта мне на WhatsApp отправить фотографию проблемной для вас зоны, написать вопросы, а дальше мы уже все обговорим. Сегодняшняя операция сколько стоит? В нашей клинике она стоит 350 тысяч рублей. Что вы скажете на негативные отзывы ваших клиентов? Я могу сказать, что негатива нет только про того, кто ничего не делает. Хотя про него тоже есть негатив. Это первое. Второе, могу сказать, что клиентов у меня нет. Поэтому тот, кто проявляет негатив, видимо, не мой клиент. У меня есть только пациенты. И, соответственно, пациенты – это люди с различными проблемами. Конечно, хирургия не позволяет решить все проблемы, которые беспокоят человека. А эти проблемы могут проявляться совершенно разным путем, разным способом. В том числе и недовольством результатов каких-то действий другого специалиста, хирурга и так далее. Конечно, хирургии не бывает без проблем. Конечно же, у нас бывают и проблемы, и осложнения, и побочные эффекты и так далее. Но для этого и существуют специалисты, клиники, развивающиеся специалисты. Для того, чтобы помогать решать все эти проблемы совместно с пациентом. Потому что ни один адекватный, хороший хирург никогда не сможет гарантировать пациенту стопроцентно желаемый результат. Потому что он сам хирург в этом не уверен. И не только потому, что он не уверен в себя, а только потому, что организмы человека реагируют на любые вмешательства извне, лишь статистически. Что это значит? То есть, выполняя то или иное вмешательство, неважно, даем мы таблеточку или выполняем операцию, у разных людей на это совершенно разная реакция. И в процентном соотношении 90% могут быть чудесны результат получить, 5% не очень, а оставшихся 5% может быть совершенно худший результат и побочные эффекты с осложнениями. Вот и все. А что такое спайка? Спайка это соединительно-тканная перемычка между петлями кишки или между передней брюшной стенкой и висцеральной брюшиной. И так далее. Это соединительно-тканная. По сути, это рубцовая ткань, но внутренняя. То есть, что-то спаялось с чем-то. А имплант после удаления груди под мышцу ставится? И где берут джирс? С какого места? Где есть имплант ставится под мышцу. На прямой эфир записываться нужно? Хочу потом посмотреть. Обязательно. Это заранее нужно планировать на прямой эфир, потому что это не просто так с лету сходу выполняется. Покажите, пожалуйста, что делает доктор. Ну, меня видно же на экране. Вот я работаю. Здесь ничего эстетичного нет для широкой публики, поэтому это лучше не показывать, я вас уверяю. Спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья и успехов. Вы нас делаете красивыми и счастливыми. Очень жду с вами встречи. Спасибо большое. С нами 55 человек. Хорошо. Сейчас заканчиваем отслойку. Дымок идет. Это пара. Это не дымок. Пар от радиочастотного ножа. Какова ваша статистика пациентов в год на переделывание операций? Я ежегодно публикую в цифрах, в штуках, в процентах. Если посмотреть дни из первых постов в начале любого года, вы все подробненько узнаете и прочитаете. Прям все подробно. И, кстати, вчера мы выполнили операции. Одна пациентка сложная была прооперена в другом городе, в другой клинике. Но там все хорошо. Мы все выполнили, сделали. И одна пациентка моя, там нужна была небольшая коррекция. Она была оперирована мною более года назад. Молочная железа, там есть небольшая симметрия. Поэтому она прилетела. Я все записал на видео, фото. Я обязательно продемонстрирую. Вы знаете, что я охотно демонстрирую все, в том числе, свои проблемы, осложнения. И самое главное, как мы с этим боремся. Зря. Это, видимо, к вопросу о том, что не показывается операционное поле. Наверное, зря. Привет из Амурской области. Здравствуйте, Амурская область. Вы оперируете только в Санкт-Петербурге или в Красноярске тоже? В основном в Санкт-Петербурге. После отслойки лишний жир как-то убирается? Конечно. Способов много. Поэтому он убирается. И хочется и боязно. Значит, не нужно. Это не жизненно необходимая операция. Здесь все выполняется чаще по показаниям эстетическим. Как сказал один прекрасный специалист в нашей стране, правда, не пластический хирург, но он характеризовал работы пластических хирургов, он сказал, конечно, если не выполнить мамопластику или абдоминопластику, от этого точно никто не умрет. Но с этим жить тоже невозможно. Вот и характеристика. Здравствуйте. Через месяц после абдоминопластики можно начать мазать рубец дерматиксом? Да, смело. Через месяц смело. И причем мазать нужно будет в течение 6 месяцев примерно. Сами сориентируйтесь. Почему? Потому что я многократно повторял, что рубцовая ткань созревает около года. Где-то больше, где-то меньше. И в весь этот период есть шанс положительно повлиять на него, положительно с точки зрения минимальной заметности в дальнейшем. Сахалин рядом. Да, Сахалин рядом. Он у нас в палате как раз. У нас Сахалина регулярно же. Каждую неделю кто-то находится. Хоть и самый дальний практически регион, но почти самый дальний. Ну, регулярно у нас в гостях. Вернулась сегодня домой на остров. Встречающий друг сказал, что у меня очень удаличилась грудь. Я ему ответила, что пропила курс гормонов в России. И, о чудо! Он, не поверив, пощупал грудь в спортивном топе и поверил. А после операции прошло всего 2 недели. Вы волшебник. Молодцы. История достойна публикаций. Пишет вам спасибо. Здравствуйте. Вау. Здравствуйте, спасибо. Хабаровск передает привет. Здравствуйте, Хабаровск. Пока вопросов и приветов нет. 65 человек с нами. Ну, неужели ничего не хочется спросить? А так много вопросов обычно бывает в комментариях и в директ. Я же там очень коротко и сухо отвечаю. Мне кажется, есть возможность получить развернутые ответы. И надо воспользоваться иногда. У вас на днях была пациентка из Магадана. Грудь выглядит великолепно. Ну, их было 2 из Магадана. Спасибо. Из Мурманска привет. Да, здравствуйте, Мурманск. Не забываем контрольные фотографии. Надо видеть, как вы это делаете. Согласен. Но я берегу вашу психику, поэтому лучше не видеть. Вопросов нет. Я сейчас как раз занимаюсь устранением пупочной грыжи и диастаза. То есть мы закрываем апоневроз, сшиваем, сближаем прямые мышцы живота, специально закрываем пупочное кольцо, там, где грыжевое выпячивание. То есть откуда может при определенной ситуации, когда давление в брюшной полости увеличивается, допустим, при кашле или спортивных нагрузках, то диафрагма выталкивает органы брюшной полости во все стороны. Соответственно, если где-то есть отверстие, а грыжевые ворота – это отверстия, окошечки, то диафрагма может вытолкнуть туда петлю кишки и, соответственно, может ущемиться там, обратно не сможет залезть, ущемиться, значит, нарушится ее кровоснабжение, и это приведет к некрозу, к омертвению ткани, дальше к перитониту и так далее, и так далее. Поэтому все грыжевые дефекты должны закрываться. Это то, что мы и делаем. Привет из Германии, Берлин. Здравствуйте, Германия, Берлин. Какая нога рабочая у Месси? Рабочая? Нижняя, по-моему. Из Владивостока привет. Здравствуйте, Владивосток. После абдоминопластики пресс качать можно? Конечно можно, но спустя месяца 3-4, потому что чаще при абдоминопластике, то, что вот сейчас выполняем, устраняется диастаз, пупочная грыжа, и это как раз показание для того, чтобы был покой мышц переднего брюшного пресса или вообще мышц брюшного пресса в течение 3-4 месяцев. Пока укрепится рубец внутренний, после этого можно постепенно возвращаться к спортивным нагрузкам. А если есть ямка ниже пупка, это может быть диастаз? Конечно, разумеется. Грыжа поясничного отдела позвоночника, часто обострение. Является ли это противопоказанием для мамопластики? И может ли данная операция спровоцировать обострение? Во-первых, это не противопоказание, конечно же, к мамопластике, потому что грыжа межпозвоночная – это одно, и установка имплантов в области молочных желез совершенно другая. По поводу обострения, может быть обострением не само ущемление корешков в области, как раз где грыжа межпозвоночная, а может быть обострением не алгии, то есть мышечная боль или невралгии, потому что в определенных ситуациях, при определенной осанке, физической подготовке и так далее, то ношение компрессионного белья и скованность в области большой грудной мышцы может приводить к вынужденному положению в течение нескольких дней, а вынужденное положение может приводить к не алгии, то есть мышечной боли или неврологической боли, которая в 99% похожа как раз на обострение межпозвоночной грыжи. Доктор, Вы никогда не рассказывали о родителях. Расскажите в двух словах, пожалуйста. Они тоже в медицине? Да, конечно, они в медицине, но они не врачи. Они в медицине, потому что мы врачи, я и моя родная сестра. И они в медицине, потому что они бывают пациентами. Не более того, они очень смелые ребята, героически терпят меня. Вот это все, наверное, что пока могу сказать. Напомните, пожалуйста, на какой неделе после операции надо начать массировать грудь? И на какой неделе можно перестать носить спортивный топ? Через три недели. Оба этих явления могут смело быть реализованы через три недели. Почему не читаете мой вопрос про лазер? Отлично. Это каждый раз у нас во время каждого прямого эфира кто-то появляется, который считает, что вопрос не читают. Друзья мои, вопросы не все видны, иногда проскакивают, иногда их не видно на самом деле. Поэтому вы не стесняйтесь повторять их, пожалуйста. Я никогда не избегаю никаких вопросов. Впрочем, как и моя ассистент, которая читает все. Повторите, пожалуйста. Проблем не будет. Сколько дней проводят пациенты у вас в клинике? И через сколько дней можно лететь на самолете? Например, при ягодной подтяжке груди? Спасибо заранее за ответ. Через трое суток можно лететь обратно. И примерно столько же, если негде остановиться, они проводят у нас в клинике. Ваше мнение. После удаления имплантов грудных, стоит ли выждать время, чтобы грудь сама приобрела форму? И потом решать, стоит ли делать подтяжку? Конечно, нет. Это нужно делать одновременно. Но, смотря опять же, в каких ситуациях. Если грудь небольшого размера, импланты были установлены только с целью увеличения, нет, тогда, конечно, не нужно никаких подтяжек. Там будет определенный момент инволюции, сокращения, можно сказать, хотя кожа, вы знаете, не сокращается. И после этого уже решать, насколько вас это все устраивает. После мамопластики можно рожать? Я считаю, что нужно рожать. Что делаете с кожей вокруг глаз? Что мы с ней только не делаем. Чаще всего, если эта зона не век, об этом речь идет, то исправить ситуацию с морщинами можно с помощью лазерной шлифовки, эрбиевой, и профилактически дойку. Профилактически нужно будет использовать ботокс, диспорт или ксиамин для того, чтобы приводить к парализации части мышечных волокон, чтобы в дальнейшем не усугублять и не создавать новых морщинок вокруг глаз за счет, опять же, работы мышц. Все морщинки вокруг глаз, 90% из них, за счет работы мышц мимических. Через 3 недели после абдоминопластики простыло, кашля, чихание. Могут ли быть осложнения? Может быть все что угодно. Но я думаю, что если не переусердствовать и бороться все-таки с основными симптомами заболевания, то проблем серьезных быть не должно. Какие показания были у пациентки для этой операции? Какова масса тела? Масса тела 74 кг. 72-74 кг. Но как раз для этой операции масса тела не является показателем. Она может быть только противопоказанием, если есть ожирение или избыточная масса. Рост у пациентки 170 кг. В данном случае нет ожирения, как вы понимаете, если посчитать индекс массы тела. А показания это послеродовые изменения. Я о них подробно и вначале говорил. Послеродовые изменения молочных желез, каптос, асимметрия, гипермастия. И послеродовые изменения передней брюшной стенки, пубочная грыжа, диастаз, абдоминоптос, нависание кожно-подкожной в лоскута ниже пупа и локальное отложение жира. Это не ожирение. Это зоны, которые раз в 6-7 быстрее набирают объем при увеличении массы тела. И при снижении массы тела с такой же, но обратной скоростью раз в 6-7 медленнее отдают этот жир, когда снижается массы тела. Здравствуйте. Неделю назад сделала у вас блефоропластику круглую. Все отлично. Спасибо огромное. По утрам опухает один глаз. Это нормально? Здравствуйте. Да, это нормально. Это то, что я объясняю каждый божий день всем пациентам, что мы асимметричны и Бог пока не смог создать нас симметричными. И в связи с этим заживление послеоперационное проходит асимметрично, боль асимметрична, отеки асимметричны. Все, что происходит. Нам, конечно, хочется с чем-то всегда сравнить, чтобы понять, хорошо ли все протекает, но всегда протекает все асимметрично, конечно. Мне нужно просто без фанатизма держать на контроле и не застрять на этом внимание. К какому врачу нужно обращаться с диастазом? К хирургу? К хирургу. Но очень аккуратно, потому что когда молодые девушки после родового изменения достаточно красивый животик, но при этом есть диастаз, общая хирургия современная подразумевает два способа решения. Один это огромный вертикальный шов, чаще всего, который не нужен, либо эндоскопический, то есть лапароскопический изнутри устанавливаются просто сетки, при этом прямые мышцы живота не сводятся, просто как заплатка сетка устанавливается. Ну, тот и другой способ, первый способ я принципиально против создавать огромные вертикальные эрупции на передней мышечной стенке, когда есть возможность это сделать аккуратно через пуп. А второй способ, на мой взгляд, если есть эстетические показания, он тоже неприменим, потому что не сводятся прямые мышцы живота к центру при эндоскопическом подходе. Здоровья вам! Спасибо! Про Месси не услышала. Какая нога у Месси рабочая? Ну, нижняя, я же говорю, нижняя нога. Они же нижними только играют футболисты, верхними нельзя. Через какой промежуток времени можно заниматься спортом после коррекции груди? Смотря какая коррекция и какой спорт. я всегда рекомендую начать шахматы играть сразу. Самый хороший вид спорта. Но после любых вмешательств и коррекций ближайшие 2-3 недели все равно нужно исключить спортивные нагрузки. А все остальное зависит от сложности и тяжести вмешательства. После другого припаса в вторник на работу есть остаток синяка. Можно нанесить декоративную косметику? А сколько пропустил после блефоропластики? Неделя. Лучше через 2 недели все-таки краситься. Но если остаток синяка в области ниже зоны травматизации, ниже век, где переход на скуловую область щечную, тогда можно. А вот в область век наносить нельзя все-таки. Рановато. Привет из Иркутской области. После мамопластики прошел год и три месяца. Каждый день радуюсь и любую с грудью. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Не забывайте фотографии, пожалуйста, отправлять и делать УЗИ. Георгий Гардович, может вы мне что-нибудь посоветуете? Уже лет 10 выпадение волос. принимает сероксин 100. Эндокринолог говорит, что при щитовидке все нормально. Очень странно. Потому что если лет 10 выпадение волос, по идее вы должны быть абсолютно лысой. Но если что-то есть, значит не все так плохо. Знаете, есть такие специалисты родом из дерматологов, которые называются трихологами. Специалисты, которые очень академически как раз занимаются проблемой роста или выпадения волос. Не знаю, какая проблема роста или выпадения. Но у всех по-разному. Вот я предлагаю вам найти именно такого специалиста. Иначе я как хирург сейчас понасоветую попересаживать и не более того. Можно ли рожать после операции по удалению купочной грыжи и диастаза? Конечно можно. Не можно, а нужно. Рожать можно всегда. И везде. Через сколько месяцев после мамопластики можно носить белье с косточками? Своим пациентам я рекомендую через три месяца использовать белье, которое с тем или иными формами жесткости или жестких ребер. Регина Александровна использует вашу методику при увеличении груди или данной методикой может пользоваться только автор? Дело в том, что Регина Александровна является соавтором этой методики, поэтому я думаю, что она как раз этим злоупотребляет и использует ее. Но методика открыта и доступна не только демонстрируется всем коллегам, но и она опубликована и каждый желающий может прочитать и практически исполнить первозданное видео. Я надеюсь. Здравствуйте. Попалось видео извлечения импланта одним иностранным хирургом. Когда он извлекал сам имплант из капсулы, была видимая консистенция липкого месима. Что это может быть? Я думаю, надо у него спросить. Потому что я не знаю, кто извлекал, откуда извлекал, что извлекал, проще узнать все-таки непосредственно у автора исполнителя. Если диастаз небольшой, можно ли от него избавиться нехирургическим вмешательством? Да, можно. Физическими нагрузками правильно. Я об этом как раз подробно объяснял, что хирург нужен для того, чтобы оценить, способен ли диастаз укрепиться при работе прямых мышц живота или все-таки наоборот, это приведет к усугублению и лучше прооперироваться. Для этого нужна очная консультация. К сожалению, заочно ответ на этот вопрос невозможно получить. Здравствуйте. Бывало ли так, что пациент приехал на операцию без анализа, чтобы пройти у вас и они оказались не очень хорошими? Отправили домой? Да, бывало. Всего парочка случаев, но такое бывало. Чаще всего причиной тому был низкий гемоглобин. Откройте тайну, почему за пластические операции нужно платить наличными? Мне тоже это интересно. Это где вас так просят, что нужно платить наличными? В нашей клинике в системе РЖД медицина абсолютно любой способ оплаты приемлем. Наличный, безналичный, расчет, кредитные карты, банковские карты и так далее. Я была на консультациях у пяти хирургов, все об этом сказали. Они, видимо, все пять работают в одном месте, в одной клинике, которая, скорее всего, не хочет платить налоги. Какая операция сейчас проходит? Сейчас проходит комплексная операция мамопластика с абдоминопластикой. Но мамопластика уже выполнена, в начале эфира я продемонстрировал, а сейчас мы выполняем абдоминопластику. русский бизнес, налоги жуткие. Наверное. Пока вопросов нет, 67 человек с нами. Мы уже устранили диастаз, пока мы разговаривали про русский бизнес, устранили попочную грыжу и скоро будем уже закрывать раневую поверхность и там будет больше шансов, чтобы я вам что-то показывал, потому что сейчас раневая поверхность открыта и, конечно, не так эстетична. Сколько стоит абдоминопластика? В нашей клинике она от 250 до 350 тысяч рублей. Мы сделали операцию истечения кисты у ракуса. Через год снова пупок поделок. Никто не хочет доделывать. Как быть? Прямо никто не хочет. Может обратиться к своему же хирургу все-таки. Если есть показания к вмешательству, я думаю, что вам не откажут. Вы не спешите. это круто. Даже не знаю, а куда нужно было спешить? В одной из классических книг нашей отечественной хирургии еще в студенчестве была прочитана фраза, которую знают все хирургии, что скорость в хирургии должна быть не самоцелью, а результатом. За окном как будто глубокий вечер. Да, прекрасная погода в Санкт-Петербурге осенью всегда. На столе девушка, которая с татуировками, очень переживаю за них. Обрежут теперь все. Да, вам придется, конечно, антидепрессанты использовать, потому что они на самом деле, ну не все, но часть обрежется. Это на самом деле эта девушка, и она не переживала по поводу как раз татуировок, она сказала, что все потом сделает как нужно, поэтому доктор, делайте все, что требуется. Это совершенно адекватное, нормальное понимание пациента. Планируется ли повышение цен на операцию? Я полагаю, что в будущем году, что будет индексация. Вот в системе как раз РЖД Медицин, где я работаю, полагаю, будет. Индексация это означает повышение. Через какое время можно идти в спортзал после мамопластики с подтяжкой? Через месяц уже можно идти в спортзал, но очень аккуратно, для того, чтобы прогуляться по дорожке беговой. Прогуляться, бегать нельзя. полноценной нагрузки лучше начинать через 2-3 месяца после мамопластики. У нас через 10 минут эфир прервется. 10 минут? Да, 10 минут. Отлично. И при необходимости мы переподключимся, как раз результаты будут во второй части эфира, я полагаю. после потери веса более 50 килограммов шансов, что живот подтянется сам нет? обдоминопластика меня спасет. Сейчас потеря на 30. Совершенно верно. Шансов нет. По крайней мере, я не видел таких результатов снижения веса, где кожа бы могла сократиться. Потому что 50 килограмм, конечно, это достаточно сильное растяжение кожи. Кожа, как известно, однажды растянувшись не сокращается. Да, татуировки жалко. У меня месяц назад доктор тоже вырезал тату. Все равно вообще, выведу или новую сверху сделаю. Разве это проблема, когда живот красивый? Полностью поддерживаю. Здравствуйте. Как можно определить диастаз брюшных мышц? Способов несколько. Если полистаете посты, то в одном из постов у меня есть видео для того, чтобы самостоятельно заподозрить. Чтобы поставить диагноз и показания к операции, в любом случае, нужна будет консультация хирурга. Каким способом вы рекомендуете операцию по диастазу, если не лапароскопии и сетки с вертикальным швамком? Либо это абдоминопластика, либо миниабдоминопластика, либо доступом через пуп. Аккуратненько через пластик, карапетян, так же как результаты многих вмешательств. Небольшой доступ через пуп и через него мы умудряемся устранить и диастаз, и пупочную грыжу. Но единственное, что нельзя сделать, это убрать избытки кожи. Поэтому если есть избытки кожи и нависание кожно-подкожного лоскута, то есть абдоминоптост, называемый проляпс преднебрежной стенки, то я, конечно, рекомендую абдомино или менее абдоминопластику. Через сколько нужно менять импланты груди? Импланты груди требуют замены опять же по разным поводам. Если требуется коррекция молочных желез, скажем, возрастные изменения произошли, то есть нависание кожи, ореолы, сосков спустя 10-15 лет, то при этой коррекции рекомендуется заменить импланты. Но опять же, импланты могут быть заменены спустя 10 лет и 15-20-25. Все зависит от показаний, нужно регулярно обследоваться, регулярно делать УЗИ, показывать своему доктору. Если все отлично, то они смело могут служить в течение одного десятка лет. не думали открыть свою частную клинику? Нет, не думал. Я работаю в системе РЖД медицина, в которой есть возможность выполнять много разных, разного рода вмешательств, комплексных вмешательств, с участием других специалистов и так далее. Клиники, оснащенные всем необходимым для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов хирургически. Есть, конечно же, огромное количество частных клиник, которые это все могут обеспечить, но в данном случае мой контракт на протяжении многих лет в РЖД медицина. Подписчики делятся опытом, друг с другом. У меня скинуто 50 килограммов, только обдоминопластикой помогла. Месяц назад доктор сделал прекрасный живот. Здравствуйте, Георгий Эдуардович, подскажите, пожалуйста, наносят две грудные импланты вред иммунной системе. Спасибо. Теоретически какое-то влияние не оказывает, потому что, да и практически, это же инородные тела, которые появились в теле. Хотя в нашем теле ежедневно появляется много инородных тел, а у некоторых, начиная с детского возраста, множество инородных тел находится то в ушах, то в носу, то в пупе. Оказывает ли это пагубное влияние, это все-таки зависит, первое, от качества того инородного тела, которое находится, второе, от состояния иммунной системы донора, то есть того, кто принял это инородное тело. Ну и в-третьих, наверное, техники выполнения вмешательств, когда по ходу выполнения установки имплантов могут быть какие-то погрешности, опять же, приводящие к проблемам иммунной системы. То есть, понимаете, да, все настолько индивидуально, доказательная база о том, что это ужасно плохо, потому что это приводит к тому, третьему, десятому, конечно же, этого нет. Самый лучший хирург. Благодарю Вселенную за вас. Спасибо. Спасибо за ответы. Как относится супруга к вашей работе? Ведь вокруг одни девушки. Ну, проблема не в девушках, на самом деле, как бы это ни казалось странным. Проблема в том, что большую часть времени я отдаю работе. и, к сожалению, очень мало времени семье. А вот здесь, конечно, так же, как и многие близкие, они достойно и героически терпят. Куда вы деваете удаленные детали, кожу и прочее? Все части ткани, которые удаляются человеческого организма, отправляются на исследование и в дальнейшем на утилизацию биологических отходов. Вот скажите, а железнодорожникам есть? Железнодорожники лечатся в системе РЖД-медицина за счет полиса ДМС страхования, то есть за них оплачивает корпорация ООО РЖД. Но, к сожалению, пластическая хирургия не входит в систему страхования, то есть страховые компании, так же, как и работодатель, отказываются оплачивать пластические операции. Поэтому они у нас идут так же, как и все. 20 лет стоят импланты, капсулы, симптомы болезни имплантов. Буду удалять вот еще хирурга, чтобы именно инблок? Ну, я думаю, что это любой хирург должен будет делать инблок или в-блок, но надо все убрать. Все воспаленные ткани, не только капсулу. Там зачастую бывает, что много воспалительных элементов, это надо все устранять. Присылаю смайлик негодующего чертика, судя по всему опять вопрос про лазер и проскочение. Повторите, пожалуйста, вопрос. Да, 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 но чертик же как-то доходит, поэтому давайте про лазер попробуем повторить. Большой привет вам из Москвы. Здравствуйте, Москва. А что сейчас делает доктор? Расскажите о ходе операции. Я сейчас как раз с помощью радионножа удаляю внутренний или глубокий слой подкожно-жировой клетчатки, так называемой подфасцией Томпсона. То есть переднебрюшная стенка, жир переднебрюшной стенки разделен тоненькой фасцией, соединительно-тканной на глубокий поверхностный слой. Поверхностный слой питается через кожу и часть глубокого слоя тоже питания получает уже через сосуды, через поверхностный слой. Поэтому глубокий слой можно смело удалять и для того, чтобы получить более красивый эстетический эффект. ноль. Спасибо за ответы. Привет вам из Саяногорска. Здравствуйте, Саяногорск. Три года стоят импланты, они жесткие и на животе лежать больно. Почему? От чего это зависит? Зависит от имплантов, от способа установки и вот наверное особенности организма, если вдруг капсула образовалась чуть толще, но это не капсулярная контрактура и определенные импланты определенным образом установлены, что как раз в положении лежа на животе давят на грудную клетку, на сами мягкие ткани молочной железы, то при этом можно ощущать вот этот дискомфорт, причем болезненный дискомфорт. То есть это опять же настолько индивидуально, это много критериев, которые нужно оценить очно. Лазерки, три восклицательных знака. Может все-таки тот, кто мучается по лазеру, повторит вопрос, вместо того, чтобы ругаться. Я уверяю вас, никто не избегает этого вопроса, скорее всего, его не видно было. да, да, стоит ли поменять? Дело не в том, что поменять, а выполнить какую-то коррекцию, опять же, исходя из тех факторов, о которых я озвучил. Очень много влияющих элементов на вот этот результат, который вы ощущаете, поэтому есть смысл, можно оценить сначала и в дальнейшем, если потребуется, в том числе и поменять. Немножечко нужно распрямить. Уже раз в 10 повторяю про лазер. Возможно, улетают в личные сообщения? Да, возможно, иногда и в личные улетают, я потом в директе вижу вопросы, которые задаются во время прямого эфира. Я предлагаю повторить пожалуйста вопросы, мы переподключимся перед эфиром, я вам сейчас покажу животик и мы после этого переподключимся. Посмотрите пожалуйста немного страсти. Мой вот этот верхний слой, где я вам показывал линия, была она сейчас зафиксирована внизу. Вот избыточные лоскуты с этой и с другой стороны они будут устранены. вот такие страсти пока. Мы переподключаемся, сохраним эфир, я дальше отвечу на все вопросы. Перед завершением эфира я показывал избыточный лоскут, я сейчас в 3 секунды только покажу часть ткани, которую убрали с одной стороны, для того, чтобы было меньше кровавых сцены. С другой стороны будет столько же ткани удалено, это кожно-подкожно- лоскут в целом. Друзья, напомню, те, кто задавал вопросы по время первой части эфира, пожалуйста, повторите вопросы, те, которые мы не успели озвучить, я не успел на них ответить, я с удовольствием отвечу. А жаль, интересно с мясом эфир смотреть. Да, это ужасный такой цинизм некачественный, я бы это назвал. недостойность. До скольки килограммов жира можно убрать? Зависит от способа и локализации, потому что если это убирается гигантская липома, она может быть 10 килограммов, 15 и более описанных в истории, но это липома, это ведь тоже жир, поэтому все зависит от способа и задач. Делаете абдоминопластику? Совершенно верно. Другой углодержатель. татуировка у девушки такая же будет? Посмотрим, такая же будет или нет, но я точно себе не ставлю задач переделать татуировку. Я выполняю абдоминопластику. еще ноль. Здравствуйте, а сколько стоит переделать у вас абдоминопластику и воссоздать пуп, так как его после абдоминопластики совсем нет? Это зависит от масштабов этой переделки. Если это именно создание пупа и коррекция рубцов, то это в пределах 100-150 тысяч рублей. Если речь об абдоминопластике, стоимость от 200-250 и выше. Можно ли убрать жир на внутренней части бедер? Как эта операция называется? Можно с помощью липосакции чаще всего это выполняется. Мне тоже сделали липосакцию абдоминопластику. Сейчас третий день после. Чувствую отлично. Молодцы. Поправляетесь. Если грудь сильно потеряла форму, молочных желез мало, можно ли восстановить форму без импланта? Форму частично восстановить можно, но после лактации форма и объем это очень взаимосвязанные вещи, потому что форма зависит от объема, особенно когда мало железы. Она зависит от объема, потому что верхний полюс нужно наполнять, равномерно нижний, расположение со скволлярного комплекса. Чаще всего, конечно, при отсутствии должного объема красивую форму создать не удается. лазер. 55 зрителей, вопросов пока нет. Ну а как же вопрос про лазер? Я все его жду. Видимо, опять никак не дойдет для нас. Повторите, пожалуйста, вопросы, на которые я не успел ответить или не прочитали, чтобы не оставлять ничего за кадром. Добрый день, можно вставить эспандер при нехватке ткани? При нехватке тканей как раз и устанавливается эспандер, потому что если ткани достаточно, то и эспандер не нужен. Привет из Красноярска, из родных краев. Здравствуйте, Красноярск. Здравствуйте, очень интересно, кто снимает прямой эфир? Снимает доктор прямой эфир. Специально подготовленный. Огромный привет любимому доктору из Красноярска. ЧУСКП РЖД Медицина город Красноярск. Ух ты. Включаем и ждем. Спасибо. А кто пишет? Какой аккаунт? По вам. Ага, Елена Петровна. Спасибо. Это старшая медсестра оперблока. Неоднократный, я бы сказал многократный участник прямых эфиров. Здравствуйте, для плефоропластики время года имеет значение? Есть ограничения? Нет, ограничений нет, никаких. Время года не влияет на такого рода операции. Не отрицательно, не положительно. Вы сегодня без Регины Александровны оперируете. Кто вам ассистирует? Я предлагаю показать, кто ассистирует. Правда, лицо неузнаваемо. Она все время прячется под разными именами. Но это вновь Регина Александровна оказалась. Когда кожа не принимает импланты, как это происходит? Какие симптомы? Кожа не должна принимать импланты, потому что на коже имплантов, которые бы устанавливал пластический хирург, их быть не должно. Сережки это тоже импланты кожи. в носу это тоже импланты кожи. Вот там могут быть симптомы покраснения, рубцевания. Если говорим про силиконовые имплантанты, то с кожей они никак не взаимосвязаны. Благодаря вас за ответы. Спасибо. Прячется под разными именами. Много смайликов, которые улыбаются. Под разными масками. и геопозицию регулярно меняют, я полагаю. Пока вопросов нет. Отлично. Я сейчас убираю такой же избыточный кожно-подкожный лоскут полнослойный с моей стороны, с правой стороны. То есть он разделен на две части, по центру был. Как технология операции подразумевает такую логику. Одну часть мы удалили, я вам мельком показал, буквально доли секунды, потому что это не очень эстетичное зрелище. Сейчас убираю со своей стороны, уж позвольте не демонстрировать это. И дальше уже будет формироваться красота. То есть закрывать раму будем формировать пуп или кольцо для пупа, чтобы его вытащить. Он находится на своем месте, как я уже вначале демонстрировал. И эти вещи я вам уже все продемонстрирую и покажу. Потому что там мало крови и в принципе не так все страшно. Сохраните пожалуйста эфир. Связь плохая, не услышала ответ. Обязательно в сторис в течение суток можете посмотреть эфир. А в дальнейшем на ютюбе на канале доктор карапетян там хранятся все эфиры по разным категориям и папкам можно воспользоваться и посмотреть все, что вы захотите. Здравствуйте, а вы делаете ли попилин груди и как долго держится эффект после? Здравствуйте, с целью увеличения нет, я эту операцию не делаю потому что считаю неэффективной как раз по той причине что эффект держится недолго и он может быть неоднозначный могут быть разные проблемы связанные с можно сказать отторжением что ли жира не приживлением вернее поэтому с целью увеличения молочных желез я иду по золотому мировому стандарту это импланты молочных желез покажите пожалуйста в конце в конце обязательно в конце все покажу но еще до конца какие-то элементы обязательно продемонстрирую сколько стоит операция чтобы убрать жир с внутренней части бедер если просто липосакция бедер сто тысяч если я правильно помню вы назначаете после мамопластики УЗИ да конечно у вас в выписке будет отмечено что через три месяца обязательно затем через шесть месяцев и ежегодно УЗИ впрочем как и без мамопластики каждая девушка должна проходить Допустим если кожа не принимает импланты деньги на импланты можно вернуть обратно? Ну наверное можно если импланты в таком же виде в котором они были до того как вам установить вернуться поставщику да понимаете стерильные неиспользованные это не знаю с чем даже сравнить то есть импланты куда нужно деть вопрос кто виноват почему не принимает импланты по поводу того что вы все время используете формулировку кожа не принимает импланты я так полагаю что вы не слышите то что я вам сказал про кожу имплант это никак не связано скажите пожалуйста если возникла необходимость коррекции формы груди после мамопластики с помощью липофилинга результат остается надолго или жир со временем уходит если липофилинг используется с целью коррекции то можно достичь достаточно стабильного результата во первых потому что он используется не для создания общего объема там совершенно другая биомеханика во вторых в небольших объемах и в третьих необходимости можно докорректировать что-то повторить конечно же жир уходит постепенно в любом случае пересажены в разных процентах от 20 до 70 может но зная это любой хирург делает некую гиперкоррекцию чуть больше вводит бывает не чуть а в полтора раза даже больше и достигается этим стабильный результат делается ли липосакция спины зона получается очень большая если да сколько стоит такая операция насколько болезненно восстановление и как хорошо держится результат держится вы все правильно понимаете что зона большая достаточно травматичная реабилитация около двух недель результат разумеется стабильный потому что это удаленная ткань удаленная ткань в полном объеме не возвращается туда откуда их удалили и стоимость спросили по-моему от 250 тысяч и выше спины долгожданный вопрос здравствуйте СО2 лазер и Эрбиевый лазер в чем разница абсолютно разные лазеры у них разная длина волны а соответственно совершенно различный повреждающий компонент они же все повреждают то есть эффект лазера связан как раз с эффектом повреждения кто как может сжигать растворять испарять ткани с каким температурным режимом на какую глубину вот и это совершенно разное и я бы сказал даже противоположные по действию лазера через сколько лет нужно менять импланты груди от 10 до 25 все индивидуально видно ли на УЗИ если имплант подтекает чаще всего да если есть разрыв импланта просто подтекает ну никто не пользуется такой формулировкой он ставится разрыв имплант какой выбрать вид лазера чтобы подтянуть кожу под глазами после блефоропластики с внутренним доступом СО2 лазер или Эрбиевый ну проще Эрбиевый конечно но в хороших руках в комплексе с использованием этих двух лазеров можно достигать шикарных результатов но Эрби позволяет в чистом виде решить 80-90% проблем пока вопросы закончились отлично портальная гипертензия является противопоказанием к операции ну портальная гипертензия должна иметь определенные причины сама портальная гипертензия не может быть абсолютным противопоказанием опять же смотря какой операции речь идет а вот этиология которая может за собой влечь еще ряд изменений в организме в том числе в биохимии кровоснабжении это может быть противопоказанием поэтому для того чтобы уж точно ответить на этот вопрос нужно более конкретно разбираться с этим случаем абдоминопластика возможно при эпидуральной анестезии ну практически невозможно хотя теоретически конечно все возможно это бессмысленно что определенные этажи обезболивать то есть те методы которые придется использовать для обеспечения эпидуральной анестезии при абдоминопластике они не стоят тех героических телодвижений скажем так для того чтобы это реализовать можно все это сделать гораздо проще и безопаснее ожога от такого лазера не будет? смотря как использовать это все равно что сказать я хочу пить а не утонули я от воды вот это то же самое в хирургии же тоже используется скальпель которым тоже можно чего-то наделать для того еще пятьдесят вопросов нет пока вопросов у нас нет сейчас мы занимаемся над формированием пупа это очень такая трепетная манипуляция то есть вы помните я показал лоскут передней брюшной стенкой где уже не было пупа потому что мы произвели низведение тракцию кожи вниз внизу ушили это опять надо вот и сейчас я как раз на этом месте на коже сделал отверстие через который вытаскиваем пуп когда вы будете в Красноярске неизвестно пока пока неизвестно нулевку дайте пожалуйста да вопросов нет вопросов нет хорошо буквально одна минута одна минута я кое-какую сценку кровавую покажу доктор вы в Ереване не оперируете ну пока еще нет доктор а вы переехали в Москву навсегда? нет в Москву еще не навсегда потому что я сейчас в Санкт-Петербурге не знаю как вы меня туда перевезли уже значит я покажу животик то есть здесь у нас рана находится мы еще и не закрыли помните верхнюю полоску которую я демонстрил здесь сделали отверстие для пупа здесь такая ниточка держалка вот видите за которую я вытаскиваю пупочное кольцо мы сделали отверстие сейчас пупочное кольцо вытащим и специальными внутренними швами закроем ну вот и кровавая сцена скальпиль жаль что не оперируете в Ереване ну наверное жаль везде же оперировать невозможно сколько стоит подтяжка и увеличение груди своим жиром своим жиром увеличение груди я не выполняю считаю метод порочным неэффективным с множеством осложнений готовлюсь к операции удаления желчного пузыря и мне хирург сказал поднимать гемоглобин до 120 так как не возьмут на операцию а как оперируют экстренно с низким гемоглобином у вас же плановая операция поэтому при плановых операциях надо готовиться так чтобы риск осложнений был минимальный а когда речь идет об экстренной операции это называется пожизненным показанием то есть речь идет о спасении жизни поэтому человека берут в том состоянии в котором и есть надеясь на то что что даже плохие показатели крови не приведут к тем или иным осложнению жизнь спасти нужно Доктор скажите установка мезонитей в дальнейшем могут помешать подтяжке лица? Нет не могут в принципе никакие нити на лице мне по крайней мере никогда не мешали для того чтобы выполнить подтяжку лица Вопросов нет? Угу Спасибо огромное за ответ Спасибо С нами 53 человека Я предлагаю не останавливаться задавать вопросики потому что скоро убежим но относительно скоро и останутся ряд неосвещенных вопросов видимо пока все понятно Чем отличается лимфома от серомы? Серомы это просто скопление жидкости а лимфома это не просто скопление скопление жидкости серозная она уже вторичная это уже заболевание с развитием как раз гипертрофии о гиперплазии вернее лимфоидной ткани Через какое время после установки нитей можно делать операцию на лице? Через месяц два примерно это зависит от того какие нити и как они установлены у вас выходные дни бывают? вы даже по воскресеньям работаете? конечно бывают каждый понедельник выходной ну практически каждый скажите пожалуйста сколько стоит убрать жир с живота в боковые стороны? от объема зависит конечно липосакция боковых поверхностей живота такая операция есть в прайсе нашей клиники 100000 рублей опять же если я правильно помню сколько стоит отрезать живот с жиром если он не убирается после занятий спортом и было кесаревым? если речь об обдоминопластике идет то стоимость от 200 до 250 тысяч и до 400 может быть на какие сутки можно умывать лицо после блефоропластики? шестые хирургические скальпель здравствуйте любимый доктор привет из красноярска здравствуйте 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 увлечен созданием красивого пупа такая интересная техника формирования его. Энда лба и смаз-подтяжка лица с шеей. Можно ли провести эти операции за один раз? Да, конечно, можно. Доктор, обведенные филеры в носослезную борозду и скулы не помешают оценить общую картину для проведения блефаропластики и эндоскопической подтяжки лица? Нет, конечно. Для того, чтобы оценить с точки зрения показаний к хирургическому вмешательству на лице, наверное, ничего не помешает. За исключением, может быть, маски к Хэллоуину подготовленной. Доктор, Вы выполняете реверсивный лифтинг лица с внутри ротового доступа? Нет. Я не выполняю эту операцию. Только инверсивный. И антресивный еще можем. Агрессивный не получается. Вопросов нет? Спасибо. Это хорошо, когда нет вопросов. Наверное. Либо все понятно, как говорим, либо ничего не понятно, да? Что же там с Месси все-таки произошло? Я все вот об этом думаю. Смогу? Наверное. В планах есть заниматься ринопластикой? Да, да, обязательно. Безусловно. Но не в этой жизни профессиональной. Другой. В этой не собираюсь пока. Нельзя объять необъятное. Хотя порой так хочется все объять. И все опять утихли. Слово это серебро. Молчание золота. Стоимость операции входит после операционного пребывания в клинике? Да, конечно. В нашей клинике в стоимость включены все расходы. В том числе и после операционного пребывания. Еще салфетку. Здороваются с вами. Здравствуйте. Сколько в омлет? В омлет. В омлет. В общем, как это было-то у классика? Мужчина в самом расцвете сил. Да. Только пропеллера сзади нет. А так все отлично. Здравствуйте, доктор, ассистент и оператор. Привет в Новосибирском. Здравствуйте, здравствуйте. А швы на животе тоже сверху склеены? Швов там нет. Поэтому и клеить получается нечего. будет внутренний, на самом деле, шовчик. Который не нужно снимать. Сам рассасывается. Но послеоперационного рана она требует обработки. Чаще для обработки, я многократно уже говорю, для закрытых ран лучше всего использовать самый лучший в мире антисептик. Это водка. Либо 40% спирт. Можно ли подтянуть овал лица без операции? Ну да. Но только временно. если какой-нибудь принять позу йога на голове, когда гравитационно все смещается кверху. Вернувшись обратно на ножки, все вернется. К сожалению, с гравитацией колдовством бороться не удается. Совершенно конкретно физическая сила, которая пропорциональна массе тела, если помните физику. То есть чем тяжелее, тем быстрее. примерно. ускорение одно и то же. Так вот, к чему я? Нельзя. Летят сердечки. Пишут вам привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли пройти у вас в клинике перед операцией полное обследование? Не только что нужно для операции, а и полное всех органов. Нужно будет доплатить сколько? Конечно, можно. Так у нас многие пациенты делают. Либо до, либо после операции, пока у нас находится, еще дополнительно обследуется. Либо кто их сопровождает. Мужья, мама, сестры. Они тоже, пока у нас находятся, тоже обследуются. стоимость обследования зависит от объема этих обследований. Поэтому нужно предварительно в зависимости от пола, возраста, наличия хронических каких-то проблем осматривает терапевт, и после этого принимается решение о каких-то видах обследований, которые могут в неком скрининговом состоянии выдать более-менее понятные результаты работы органов. В зависимости от этих показателей можно уже думать о более глубоком обследовании тоже у нас. Потому что делать полностью все бессмысленно. Есть определенный стандартный набор, который позволяет сказать либо человек здоров, либо на что-то заподозрить. А вот эти подозрения уже приводят к еще более глубокому обследованию. Георгий Югардович, добрый день. Скажите, пожалуйста, через какое время можно делать косметические процедуры после осложнений пластической операции? Все зависит от вида этой операции и от вида от скорости заживления и от вида тех косметических процедур, на которые вы собрались. Здравствуйте, какая операция идет? Абдоминопластика. Операция комплексная, была мамопластика. которую мы выполнили первым этапом, а сейчас мы абдоминопластику к завершению ведем. Жжет у пупа, когда поднимаю ноги к животу. Это спайки? Путем абдоминопластики это исправляется? Сложно сказать, что это. Не исключено, что это может выйти пупочной грыжей. А вот как это исправить, нужно все-таки решить после того, как будет диагноз. То есть, нужен осмотр хирурга. Эндоскопия лба. Швы волосистой части и видны ли? Волосистой части, если их там искать, видны. Впрочем, как и любые швы. Если их искать, они видны. Вы не жалеете о переезде? В Питере более или менее комфортно в плане практики? Нет, не жалею никогда. А в плане практики, в плане теории однозначно, в плане практики неоднозначно. Есть ли высокий лоб и избыток кожи? Так. Значит, нужно что-то с этим делать, если это не нравится. Возможно одновременно сделать смаз грудь, абдоминопластику? Возможно, но нежелательно. Это слишком длительная операция, риск тех или иных проблем операционных, он выше. Лучше разбить. Ряд операций лучше разбивать. В данном случае как раз это можно на две части разбить. Добрый день, когда в груди стоит имплант, можно ли заниматься пробежкой и подтягиваться на турнике? Можно, но спустя определенное время, хотя бы четыре месяца. Сколько по времени примерно еще будет длиться эта операция? Около тридцати минут. Как Вы относитесь к капельницам Лейнек в реабилитационном периоде после пластики? Очень неоднозначно. Только потому, что я не знаю, что такое капельница Лейнек. неведомое что-то. Здравствуйте всем. Существует ли рассрочка на операцию по увеличению груди и сколько нужно провести в стационаре после операции? Здравствуйте. К сожалению, рассрочки нет, но есть кредитование. после операции если пациенты к нам приезжают с отдаленных точек, то у нас пребывает трое суток. Если они находятся вблизи Санкт-Петербурга, в Петербурге, то достаточно сутки. Здравствуйте. ВИЧ-инфицированных оперируете? Мы оперируем всех пациентов, у кого есть показания к операции. Спасибо за ответы, все понятно. Спасибо. У меня тоже скоро операция. Гель на ногтях не будет мешать? Нет, не будет. Что за операция сейчас? Сейчас обдоминопластика. Вы делаете липофилинг ягодиц? С целью коррекции, с целью увеличения я не выполняю. пока вопросов нет. Сейчас мы доформируем пуп и после этого уже будем закрывать раневую поверхность нижней части живота, то есть основную рану. А можно подробнее про кредитование? Подробнее вряд ли, потому что я не знаю условий. Я знаю, что это только у нас в партнерах нашей клиники Тинькофф Банк, и они дают до 200 тысяч рублей сумму только. Достаточно быстро одобряют. Но если вы напишите мне на WhatsApp эти вопросы, я думаю, что отправлю вам координаты специалистов наш, а уже с ними сконтактируете. Здравствуйте, после родов через какое время можно на абдоминопластику и мамопластику? Я рекомендую через год после родов. Здравствуйте, у меня 28 декабря операция абдоминопластика и третий этап. Тогда отпустите домой. Живу в Петербурге. Абдомино и третий этап. Да, я вас прекрасно помню. Через два дня. К новому году. 30 или 31 Возможно ли, что асимметрия и дальше вопрос прервался, к сожалению? Да, возможно. Приношу. Любимому доктору привет из Красноярска. Глазки отлично. Спасибо. Когда производится оплата? До операции или после? Чаще до операции, непосредственно в день операции, чаще всего. Наш. Здравствуйте, сделала недавно липосакцию спины и боков. Спина вроде нормальна, а бока прям ямы. Это восстановится или мне неправильно сделали, много убрали. Что мне делать, если так останется? Во-первых, нужно вопрос задать своему хирургу. Это самое первое, что нужно сделать. Во-вторых, ямы и деформации могут быть в любой части тела после липосакции. То есть со слов очень трудно оценить. Останется это, не останется. Поэтому лучше прийти на осмотр, задать вопрос своему хирургу. Если что-то уж не получается, тогда на очный осмотр к другому специалисту сходите, который все объяснит. после липосакции это достаточно частая картина. Еще раз повторяю, чаще всего все проходит в пиццер. Но это требует дополнительных корректирующих манипуляций. В частности, после липосакции я активно рекомендую на протяжении многих месяцев периодически какими-то курсами проходить массаж. Ручной массаж позволяет очень много проблем после липосакции устранить. будут ли операции в Красноярске? Я думаю, что да. Ноль. Я думаю, что да. Пока вопросов нет, благодаря за ответы. Спасибо. вопросов нет. Сейчас будем закрывать раму. Я больше покажу. Все обещаю. Сегодня показал даже кровавые сцены. Между прочим. Что нехарактерно. Сколько нехарактерно. что нехарактерно. А массаж когда можно начинать после липосакции? Через 3-4 недели примерно. Опять же от масштабов конечно зависит липосакция. в среднем 3-4 недели. никакой жидкости не скапливается, сером нет. Такое тоже часто бывает после обширной липосакции. Это не страшно. Это тоже в пределах нормы. Пунктируется, удаляется. Если этой жидкости нет, тогда можно идти на массаж уже. Добрый день. Подскажите, для чего после увеличения грузии вносит специальное белье? Для того, чтобы вас дисциплинировать. на самом деле первоначально увеличение груди выполнялось исключительно под зону. Имплант устанавливался под молочную железу, а значит он подвержен смещению. вот эти многомесячные ношения компрессионного белья были связаны с тем, что ждали период, пока формируется рубцовая капсула, имплант будет четко зафиксирован в одном месте. Но когда начали активно развивать направление установки имплантов и появились качественные импланты опять же установки имплантов под большую грудную мышцу, то чаще всего при стандартной скажем так или среднестатистической анатомии имплант удается полноценно фиксировать под мышцей с использованием не только большой грудной мышцы. И это не позволяет импланту смещаться в послеоперационном периоде. Соответственно компрессионное белье используют с цель ограничения в течение двух-трех недель и не более. Особенно если не разрушена субмамарная складка или она не стончена нижней складкой, то компрессионку вовсе можно не использовать, на мой взгляд. Но тут хирурги разделились на два фронта. Первый фронт это по привычке те, кто знал, что компрессионное белье нужно носить 3-4 месяца, как это было при установке имплантов под железо, они также продолжают ставить импланты под мышцы, но при этом рекомендуют носить компрессионное белье несколько месяцев. Хотя я не скажу, что это уровень может быть не знаю профессионализма или нет, есть хирурги известные с мировыми именами зарубежные, которые настойчиво в частности есть такой известный хирург Перхэдден настойчиво рекомендует не один месяц носить компрессионное белье, но там есть тонкость опять же работает здесь очень много зависит от техники выполнения операции. тонкость с разрушением субмамарной складки то есть если ее повреждать то конечно риск смещения импланта он остается смещение не то, что он куда-то уплывет, а смещение с точки зрения даже на полмиллиметра приводит к изменению формы молочной же она может быть более асимметричной чем могла бы быть в идеале и плюс сама форма может принципиально отличаться опять же из-за смещения поэтому с компрессионным бельем это все не так просто споры продолжаются самое любопытное я всегда говорю как во многих вещах пластики если даже хирурги разделились на два фронта одни компрессионное белье рекомендуют носить неделю а вторые полгода результат у всех примерно один и тот же если я живу эстонии то я должна приехать вначале на консультацию а потом на операцию ну конечно же нет к нам летают со всего мира уже записавшись на операцию отправляют фотографии я заочно консультирую мы примерно понимаем о чем идет речь что будем делать дальше пациенты записываются на операцию приезжают в день операции мы очно все обсуждаем более подробно с уточнениями и дальше мы оперируемся поскольку пациент уже сразу был записан на операцию здравствуйте объем под грудью 74 сантиметра рост 168 вес 53 какой объем лучше поставить ментор 300 или 345 своей ткани мало я про объемы разговариваю только очно только очно когда увижу нанесу разметку тогда смогу порекомендовать заочного подбора не не признаю в принципе и одного роста и обхвата грудной клетки очень мало для того чтобы решить какой имплант ставить доктор вы очень обаятельный спасибо в среднем сколько стоит мамопластика средней цены нет есть от и до в зависимости от сложности вида подтяжки и коррекции от 350 до 450 после липосакции мне еще не зашили швы сказали что не надо шрамы уже останутся сказать чтобы зашили нужно доверять врачу которого лечитесь а не командовать ему что делать ничего не нужно говорить все что вам говорят вы лучше это выполняете после коррекции груди нужно носить компрессионное белье как порекомендует врач каждая коррекция она индивидуальна носит совершенно разный характер вмешательства объем от этого и зависит есть необходимость в белье или нет может быть пора к вам может может но надо еще раз подумать это же хирургия поэтому 7 раз отмерь 3 по статистике на мамоплате после во время вот прям во время плюс-минус это наиболее золотой возраст 30 плюс-минус 2 3 нет 4 пока вопросов нет еще есть только вопросов нет отлично могу немного продемонстрировать кровавых сцен рана еще не закрыта сейчас я буду закрывать эту ранку с этой стороны она закрыта есть в тянутости такие деформации это внутренние швы они все рассосутся и исчезнут видите нам пришлось через татуировку пройти это тоже все собрано сюда к центру для того чтобы здесь не было ушек мы талию сюда собираем это все расправится в течение 2-3 месяцев и пуп наш многострадальный но он на своем месте где и был просто мы помните сделали отверстие на коже и сформировали вот такой пуп большая ли очередь на операцию как лучше поступить для иногородних как запланировать очередь небольшая 3-4 месяца запланировать очень легко так же как и все иногородние потому что добрая половина моих пациенток это как раз с очень далеких городов регионов и стран нужно написать мне на WhatsApp ссылка есть в шапке моего аккаунта отправить фотографию написать вопросы мы в переписке с вами подумаем надо ли оперироваться если надо то что будем делать и там же и запишемся выберем конкретную дату а остальное мы вам уже все объясним это вопросы такие технические вам нужно только приехать все остальное сделаем мы Георгий Эдуардович а вот эти наколки в дальнейшем не будут раздражать и вам в работе они не мешают? нет не мешают раздражать не знаю пациентку или кого-то мне сложно сказать будут они раздражать или нет после операции обдоминопластики живот будет чувствителен? ниже пупа будет зона онемения она восстанавливается достаточно долго это зона которая больше всего претерпела повреждающего характера изменения то есть в центре как раз и по кровоснабжению и по иннервацию это наиболее травмируемая что ли зона вот и здесь восстанавливается я говорю что год полтора два даже чувствительность медленно с краев возвращается и бывают участки кожи при именно таком масштабе травмы что чувствительность может вовсе не вернуться нужно ли делать мезотерапию швов если нет килоидообразования грубого рубцевания то нет подсказки синий пинцович вопросов нет вопросов нет хорошо хорошо нет 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 Продолжение следует... Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Выполняем операцию, которая называется абдоминопластика. Абдоминопластика. Это пластика передней брюшной стенки при послеродовых изменениях. Тройку. Сейчас мы уже закрываем кожаную рану. На это нам нужно еще минут 10-15, я думаю. После которой операция будет считаться завершенной. И у нас как раз минут 10-15 до окончания операции. Как раз может к этому времени успеем и что-нибудь показать. Хотя практически уже все понятно, то что я демонстрировал. Хоть и кожаная рана еще не закрыта. Георгий Эдуардович, как и чем вы поддерживаете свое зрение? Глядеть вдаль все время надо. Видите? В будущее, что ли? Или в прошлое? Вдаль это же может быть и будущее, и прошлое? На самом деле ничем. Ничего специфического я с собой не делаю. Потому что это вопрос времени. Очки, дрожь в руках, перемежающая хромота. Все это вопрос времени. Поэтому нужно успеть много поработать, пока это время наступит. Это может наступить в 50-60, а может в 70, ну точно наступит. Перемежающая хромота это зря, конечно. Это у курильщиков. Просто хромота. После двух кесаревых иссякаются старые швы при обдоминопластике. Да. При обдоминопластике все рубцы иссякаются. Еще тройка есть. Нужно быть моносин, да. Если все-таки будут неровности на боках, можно ли будет, чтобы выровнять, добавить туда жир из других областей? И когда вообще можно сделать коррекцию липосакции? Коррекцию липосакции лучше делать через полгода, не раньше. Не раньше, а может быть даже дольше. Все зависит от зоны, области, степени изменений. Конечно, можно жир добавить куда угодно. Но главное, чтобы, опять же, все было по показаниям. Есть ли вероятность, что после мамопластики чувствительность сосков не восстановится вообще? Были такие случаи? Конечно, есть вероятность, и случаи такие были. Я многократно это говорил и повторю еще раз. Прогнозировать невозможно. Спрогнозировать невозможно как то, что потеряется или нет чувствительность, так же, как и то, восстановится или нет. А если да, то через сколько? Здравствуйте. Спасибо за то, что ведете эфиры и подробно разъясняете. Смотря на вас, лишилась набдоминопластика. Шесть месяцев прошло, все замечательно. Девушки, оперируемые, скорейшего поздравления. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Главное, не теряйтесь. Отправляйте какие-то фотографии, видео, чтобы я видел, как происходит процесс реабилитации. Это важно. Добрый день. Сколько у вас должны остаться после грифоропластики? Спасибо. Один день. Есть ли у кожи пределы растяжения? У меня не было ротов, но хочу сделать абдоминопластику после значительного сброса веса. Переживаю, что станет животом при будущей беременности. Нет, наверное, предела растяжения нет. Потому что, представьте себе, люди, которые, ну, к счастью, это пока нас не коснулось, это коснулось Америки, общество потребления сформировало людей с массой тела 200, 300, а то и 450 килограммов. Вы представляете, что с кожей происходит? Поэтому до такой степени, как показывает практика, кожа растягиваться может. Правда, она не то, чтобы растягивается полноценно, она рвется. Поэтому происходит так называемый стрим, говорящий, наверное, о том, что кожа имеет пределы растяжения, но в любом случае это кожные покровы, они закрывают изменения объема тела. С нами 65 зрителей, вопросов нет. Появился вопрос. При блюде феропластике нижних век убираются жировые мешки, а морщины тоже убираете или они остаются? Мне 37. И будет гладко под глазами, как в 15 лет? Конечно, будет, как в 15 лет, и под глазами, и везде. Но при блюде феропластике убирается только часть кожи, которая под ресничным краем. Чаще это от 2 до 4, ну, до 5 миллиметров, может быть. Вся кожа вокруг глаз, она не удаляется, иначе там нечем будет закрыть. А вот как в 15 лет, это, конечно, фантастические пожелания. Вы, то есть, я точно могу сказать, что в 37 вы еще как в 15 верите в чудеса. Благодарю. С вами очень интересно. Спасибо. Можно отцелить уже будет вверх. для общей демонстрации. Вопросов нет, полная тишина. Есть вопрос. Есть. Если бы ваша жена начала замечать свои возрастные изменения, и ее это не устраивало, стали бы вы ее оперировать или отговорили? Я даже не знаю. На самом деле, поведение мужчины очень трудно прогнозировать. так же, как изменения, которые происходят с телом. Я лишь могу сказать, что буду говорить о показаниях. Потому что любая операция должна иметь показания. Операция, выполняемая с целью омоложения, она должна иметь показания не только хирургические, то есть, когда есть что удалить. Есть мешок, есть избыточная кожа, но и психологические показания. Когда это на самом деле мешает жить какому-то человеку, принципиально вгоняет его в депрессию, и можно быть уверенным, ну, насчет депрессии я гипертрофирую, конечно, можно быть уверенным, потому что операция даст свой результат, в том числе психологический эффект. Потому что зачастую бывают ситуации, когда пациент на самом деле уходит в депрессию, в том числе по поводу внешности, и выполнив то или иное хирургическое вмешательство, пластическое, у пациента не происходит положительных изменений в плане психологического состояния, а наоборот, он уходит еще более глубокую. Время уже заканчивается, да? Минута? Уходит в более глубокую депрессию уже по поводу результатов операции. Мы можем продемонстрировать результат мельком и попрощаться со всеми. Я заканчиваю абдоминопластику. У нас вот сформированная мама пластика, вы видите положение пациентки. Поэтому все вопросы остальные можно задавать и в Директ, писать на WhatsApp в шапке аккаунта и во втором аккаунте пластик.карапетян видеть результаты. А эфир мы сохраним. Поэтому, чтобы уже не переподключаться.